У вас будет девочка. Эту фразу на ультразвуковом исследовании Роман и Галина услышали очень рано. Правда, все-таки немного сомневались, вдруг аппаратура подведет и родится мальчик. Но имя Варвары для будущей малышки выбрали единогласно и сразу. Несмотря на небольшие сомнения, о мужском имени даже не задумывались. Даже уже когда я последний месяц, когда беременна, он уже так называл по имени, уже у нас даже не было сомнений, там вдруг мальчик или чего. Конечно, я боялась, что, ну, ходят такие слухи, что вот, говорили, девочка родится, мальчик. Но мы как-то даже, именно мальчиков даже не рассматривали. Как-то так, все, девочка у нас и имя уже утвердили сразу. Но аппаратура не подвела. И 27 апреля в семье Бобровских родилась Варя. Папа на родах присутствовать категорически отказался. Мама его решение полностью поддержала. Но к появлению в семье малышки готовились оба родителя. Говорят, папы боятся к новорожденным даже подходить. Роман слухи опровергает. В течение всей процедуры торжественной регистрации он держал Варвару на руках и передал девочку маме только один раз, чтобы расписаться в документах. Надежда Иосифовна Гусева подчеркивает, свидетельство о рождении тысячного ребенка вручается коренным жителям района. Родители вступали у нас в брак. Мама родилась тоже в городе Одинцово. Поэтому мы хотим сказать, что мы коренные Одинцовцы. Подарки от Одинцовского ЗАГСа и районного комитета по делам молодежи, музыкальное поздравление. В этот день все было для маленькой Варвары. Но ей не до того. На папу смотреть гораздо интереснее. Мама говорит, у малышки уже есть свои пристрастия. Она у нас очень любит, когда головку ей гладишь, очень любит ручку вытаскивать всегда, когда спит, и кулачком подпирать так лицо. Это у нее всегда. Она по-другому не спит у нас. Сразу после вручения тысячного свидетельства о рождении в Одинцовском управлении ЗАГС состоялось честование многодетных семей. Поэтому чаще всего молодым родителям желали еще не раз прийти сюда за свидетельством о рождении, но в постоянно расширяющемся составе. Евгения Августина, Константин Королев, телекомпания Одинцова.